Здравствуйте, товарищи мастера и приятного прослушивания Комнат Р. Якума. Наш главный герой работает в поле и измывает от невыносимой жары и готов сделать просто все, что угодно ради того, чтобы съесть мороженое. Также, если бы он владел магией, он вмиг просто расправился со всеми делами, со всеми растениями, но все же отгоняет эти мысли прочь, так как Якума лично попросил Эйдена помочь с урожаем бабушки и дедушки. Приходит Якума, видит, что главный герой достаточно устал и извиняется перед ним за просьбу, потому что главный герой вроде бы как гость, и он не должен был просить его о помощи. Главный герой отвечает, что да, жара, что он запарился и завидует коже Якума, потому что она холодная. Плюсом его одолели воспоминания о сцене, проведенной вместе с Якума, все вот эти его касания и прочее, и главный герой ловит себя на мысли, что он становится просто долбанным нимфоманом. Затем следует достаточно непонятная сцена, за что трогает Якума главного героя, как он его трогает, но суть в том, что он своими прохладными руками немного помогает главному герою охладиться. Чем, собственно, будоражит Эйдена, и он почти накинулся на него после этих действий. Наш Якума, как обычно, опять извиняется за то, что он попросил его о помощи, но Эйден говорит, что подожди, дорогой мой, пока ты не увидишь конечный результат, ты пожалеешь о том, что попросил у меня сделать что-либо. Затем главный герой продолжает работать в полевых условиях и делает все неправильно, конечно же, все ломает, и при этом еще умудряется пораниться. Саму рану замечает Якума, но Эйден уверяет его, что все хорошо, и просит отойти, дабы, чтобы Якума тоже не задело. Но наш змееныш настаивает на лечении, хватает главного героя подмышку и уносит в дом. А шокированный этим главный герой удивляется, насколько Якума силен. По приходу в комнату Якума просит главного героя лечь на кровать и протянуть ему руку. Эйден не унимается, говорит, что не надо ничего, но после того, как Якума наносит мазь на рану Эйдена, Эйден начинает вопить. Якума понимает, что это, скорее всего, из-за мази, дает главному герою понюхать эту мазь. Мазь воняет отвратительнейшим просто способом. Якума рассказывает, что да, и у него была точно такая же первая реакция, когда он поранился, и бабуля с дедулей также мазали рану этой мазью. Эйден подмечает, что мазь можно использовать вместо биооружия, а Якума продолжает свой рассказ, что мазь воняет, да, ну, очень хорошо работает, но также он теперь очень осторожно работает в саду со всеми инструментами, дабы снова эту мазь не приходилось использовать. После всех этих процедур главный герой просит Якуму научить его правильно обрабатывать растения, чтобы этим самым отомстить растениям, потому что из-за них ему пришлось использовать эту вонючую мазь, и растения в любом случае должны получить по заслугам, и Эйден тогда успокоится, и ему станет гораздо легче. Они возвращаются на поле или огород, ферма, здесь одно понятие. Якума объясняет, что и как нужно делать правильно, но у нашего Эйдена, как обычно, ничего не получается, поэтому Якума берет инициативу в свои руки, так сказать, подходит к Эйдену, кладет руку на руку, как обычно, и, конечно, с этого главный герой невероятно просто кайфует. Якума просит его собраться, чтобы не отвлекаться, но этот наш главный герой, и он всегда такой. Якума хлопочет на кухне, думая, что еда почти готова, и думает, понравится ли еда Эйдену. Эйдену внезапно где-то из-за угла чихает, чем пугает Якума. Якума, конечно, спрашивает, как долго ты здесь стоишь. Главный герой винит во всем чих, который почти все испортил, но обнадеживает Якума, что он вот только сейчас, буквально сейчас пришел. Якума успокаивается и говорит, что вот завтрак почти готов, пару минут осталось. Эйден подмечает, что пахнет действительно вкусно, и присутствуют какие-то острые нотки. Наш Якума рассказывает, что это запах остался от кусу, если что, это трава, с которой они в прошлой истории сражались, и что если это растение правильно обработать, приготовить, то будет прекрасный суп, который просто замечательно летом охлаждает от жары. Эйден предлагает свою помощь, так как он не повар, он не готовит, но именно помочь, чтобы нарезать, почистить, он может. Якума соглашается, просит главного героя почистить овощи, главный герой ищет овощечистку, но нигде не может найти, и такой, как бы, извини, без этой штуки я здесь бесполезен ножом, я пользоваться не умею. Якума берет всю инициативу на себя, сам все нарезает, все делает, и главный герой восхищается тем, как горячо и холоднокровно выглядит Якума в эти моменты. Якума, конечно, обратил внимание на взгляд Эйдена, почувствовал себя достаточно неловко, и в этот момент Эйден окликает Якума, Якума слегка пугается и режет себе палец. Но просил главного героя не переживать, а просто облизывает ранку, чем снова будоражит мысли нашего главного героя. Эйден обещает обязательно в следующий раз помочь Якума, Якума снова смущается. Эйден думает про себя, что каким бы ни был суровым Якума во время готовки, он остается все тем же скромным и добрым старым малым. Видимо, в эти моменты на лице Эйдена была ухмылка, Якума просит не смеяться над ним, но главный герой говорит, что ты просто слишком очарователен, и я не могу с этим ничего поделать. К тому времени еда уже приготовилась, они садятся кушать, и главный герой говорит, что он обязательно помоет посуду, а Якума и не против. На этом мой рассказ-пересказ историй окончен. Всем спасибо за прослушивание, всем приятной игры, удачных круток, и пока!